Биопсия щитовидной железы Биопсия щитовидной железы часто именно так ищут пациенты. Это то же самое, что и биопсия узла щитовидной железы, и тонкоигольная биопсия узла щитовидной железы. То же самое, что пункция узла щитовидной железы. А сокращенное часто этот термин обозначают как ТАБ или ТАПБ, то есть тонкоигольная пункционная биопсия. Все это одно и то же. И все это означает медицинскую процедуру, при которой обязательно под контролем УЗИ проводится укол очень тоненькой иглой точно в узел щитовидной железы, который нам надо исследовать. Цель исследования – проверить узел на предмет, доброкачественный он или злокачественный. Мы ищем злокачественный процесс в узле или исключаем его с помощью данного исследования. Для чего нужна биопсия щитовидной железы? Биопсия узлов щитовидной железы проводится для того, чтобы определить тактику лечения пациента, у которого обычно при УЗИ находит узел в щитовидной железе. Дело в том, что большинство узлов щитовидной железы являются доброкачественными. Доброкачественными является около 95% выявленных узлов щитовидной железы. И нам очень важно сразу разделить пациентов с узлами на две группы. На большую группу пациентов, у которых все хорошо, узел доброкачественный, никогда не переродится в рак. И на маленькую группу тех, у кого есть рак или подозрения на рак. Вот эту маленькую группу мы подвергаем лечению, чаще всего оперативному. А большую группу мы наоборот успокаиваем, объясняем им, что им лечение не требуется и спокойно начинаем их наблюдать. То есть один раз в год проводить им повторные УЗИ, контролировать гормоны и еще и еще раз их снова успокаивать, что у них все хорошо. Правила подготовки к проведению биопсии щитовидной железы. Биопсия щитовидной железы является очень малоинвазивной процедурой. При этом исследовании никакой серьезной травмы пациенту не наносится. От того, поели вы перед биопсией или не поели, от этого не зависит результат исследования. Поэтому никакой особенной подготовки к проведению биопсии не нужно. Многие пациенты думают, что необходимо голодать. Я скажу наоборот. Желательно, чтобы вы приходили на биопсию сытыми. Потому что тогда у вас будет хороший уровень глюкозы в крови. Вы будете спокойными. У вас не будет кружиться голова от страха или от голода. И вы спокойно ляжете. Мы сделаем вам биопсию. Эта процедура занимает буквально несколько минут. И вы пойдете точно так же спокойно уже по своим делам. Никакой особенной подготовки биопсия не требует. Единственное исключение, пожалуй, это ситуация, когда пациент принимает какие-либо препараты, которые снижают свертываемость крови. Это бывает в случаях сердечных заболеваний, при мерцательной аритмии. В таком случае необходимо вначале проконструироваться с нашим врачом, о том, необходимо ли отменить эти препараты перед исследованием или нет. Какие анализы нужно сдать перед проведением биопсии узла щитовидной железы? Когда мы начинаем обследовать пациенту с узлами щитовидной железы, мы назначаем пациенту одновременно две линии обследований. Первая – это биопсия. И вторая линия – это анализы. На самом деле неважно, какой из этих методов назначен первым и какой метод выполнен первым. Анализы можно делать перед биопсией или после биопсии. Обычно лабораторные обследования, анализы, включают в себя определение уровня гормонов. Это ТТГ – териотропный гормон гипофиза. Гормон Т4 свободный – главный гормон щитовидной железы. Иногда мы назначаем и анализ на гормон Т3 свободный, но делаем это не всегда. И также есть один очень важный показатель, который всегда положено определять при выявлении узла щитовидной железы. Это кальцитонин. Кальцитонин – это гормон, который одновременно является онкомаркером. Он повышается при медулярной карциноме щитовидной железы. Есть такая опасная злокачественная опухоль. Она редкая, но действительно по-настоящему опасная. И поэтому в клинических рекомендациях Российской ассоциации эндокринологов, как и Европейской ассоциации эндокринологов, указано, что пациенту при выявлении узла один раз положено делать анализ на кальцитонин. Этот анализ не повторяется каждый год. Он делается только один раз. Как проводится тонкоигольная биопсия? Больно ли делать биопсию? Сколько длится биопсия? Биопсия является очень малотравматичной процедурой. Делать ее в целом не больно. Я бы сказал так, что брать кровь из пальца намного больнее. То есть эта процедура похожа, по ощущениям, наверное, на внутривенный укол, на взятие крови из вены. То есть да, вы, конечно, чувствуете сам момент укола, но щитовидная железа, она боли ощущать не может. Поэтому в целом процедура переносится очень хорошо. Наши специалисты, проводящие биопсию, выполнили каждый более 10 тысяч процедур. То есть каждый из них настолько квалифицирован, что он выполняет тонкоигольную биопсию буквально за несколько минут. От входа пациента до выхода из кабинета. Ну а уж само воздействие, оно длится буквально считанные секунды. Поэтому никаким серьезным болевым ощущениям вам готовиться не нужно. Ничего страшного с вами не будет. Ну, даже дети, которым там 5 лет, 6 лет, они спокойно переносят эту процедуру без анестезии. Что делать после биопсии? После того, как проведена тонкоигольная аспирационная биопсия, мы обычно заклеиваем место пункции специальным пластырем или даем пациенту стерильный шарик, которым он нажимает на место пункции. Единственное, что от вас требуется, это несколько минут покоя. Нужно просто посидеть в холле центра после проведения биопсии, чтобы почувствовать себя нормально, чтобы уже не беспокоиться, не кружилась голова, расслабиться и спокойно потом пойти уже по своим делам. В этот момент желательно, чтобы вы нажимали пальцем либо вот на этот шарик, который мы вам дадим, либо на пласты, который мы наклеим. Почему это нужно делать? Это делается только для того, чтобы меньше было риск появления кожного синяка. То есть это бывает, бывает нечасто, это абсолютно не страшно, но если вы просто прижмете место пункции на несколько минут пальцем, то вероятность появления потом в этом месте окрашивания кожи будет значительно меньше. Зачем могут боли после биопсии? У некоторых пациентов после проведения биопсии могут отмечаться тянущие боли в области проведения пункции. Эти боли не сильные, они выражены очень слабо, но иногда они могут быть. И в основном они появляются у тех пациентов, у которых есть аутоиммунный процесс в щитовидной железе, то есть повышены антитела против ткани щитовидной железы и отмечается повышение уровня гормона ТТГ, териотропного гормона. У таких пациентов развивается хроническое воспаление ткани щитовидной железы, которое делает саму ткань более хрупкой, чем это в норме. И в таком случае при биопсии биопсии вместе вот прокола, внутри именно, и это снаружи не видно, выделяется чуть-чуть больше крови под капсулу щитовидной железы, которая вызывает вот такие ноющие ощущения потом. Они быстро проходят, и никогда ни к чему серьезному не приводят. Но таким пациентам необходимо принять что-нибудь противовоспалительное, вечерная, с ними сулит любой из противовоспалительных нестероидных препаратов, которые снимут ощущения, уменьшат болезненные ощущения и сделают вашу жизнь более комфортной. В нашем центре биопсии проведение исследования осуществляется очень быстро. Наши цитологи ежегодно проводят более 35 тысяч исследований материала тонкоигольной биопсии узлов щитовидной железы. Это очень много. Наши цитологи очень специализированы, они занимаются именно этим. Поэтому мы можем обеспечить минимальные сроки выполнения данного исследования. Для того, чтобы сделать исследование стандартной биопсии, когда материал фиксируется на стеклах, нам необходимо 1-2 дня. Иногда мы можем сделать это исследование буквально за считанные часы, если это необходимо. Есть и второй вариант биопсии, который называется жидкостной. При этом исследовании материал фиксируется не на стеклах, а в специальных виалах. Это пластиковые контейнеры, заполненные фиксирующей транспортной средой. Эта среда позволяет лучше перевозить клетки, убирает все лишние элементы из материала и позволяет затем окрашивать материал с помощью автоматизированной системы, а также проводить генетические исследования из материала. Вот такая жидкостная биопсия выполняется обычно на 1 день дольше, то есть около 2 суток. Как расшифровать результаты биопсии щитовидной железы? Результат биопсии щитовидной железы формулируется по специальной системе. Эта система называется система Бетезда по названию города в США, в котором она была когда-то принята. Классификация Бетезда предполагает 6 вариантов ответов. Бетезда 1 – это означает, что материал неинформативен. Неинформативный материал – это материал, по которому врач-цитолог не может дать окончательного ответа. Он не может сказать, являлся ли пунктированный узел доброкачественным или злокачественным. Многие пациенты считают, что при неинформативном ответе биопсии врач, который проводил пункцию узла, просто в узел не попал. Это не так. Мы всегда попадаем в узел, мы всегда видим, что наша иголка пункционная находится внутри узла. Это легко видно при УЗИ. Но при неинформативном ответе мы получаем не то количество материала, которое достаточно цитологу для принятия решения. Есть узлы плотные, из которых материал очень плохо получается. И в таком случае клеток просто мало, а должно быть минимум 60 клеток, то есть должно быть не меньше, чем 6 групп клеток, по 10 клеток в каждой. Таковы правила. Если мы видим меньше клеток, мы ответ дать не можем. Бывает ситуация, когда клеток много, но все они разрушены. Это чаще всего бывает в доброкачественных узлах. А бывает и так, что клеток достаточно, и качество их хорошее. Но среди всех нормальных клеток мы видим одну или две. Совсем чуть-чуть. Но эти клетки подозрительны. И получается, что и клеток вроде как мы взяли много, но и ответ мы дать не можем. Мы не можем по двум клеткам сказать, что у пациента есть рак. И игнорировать эти две подозрительные клетки, мы тоже не можем. В таком случае цитолог может написать, материал не информативен. Я не могу склониться ни к тому, ни к другому варианту ответа. Ни к раку, ни к доброкачественному процессу. Ответ материал не информативен, БТСД-1, означает, что нам необходимо повторить биопсию. Чаще всего мы рекомендуем повторять биопсию через один месяц после проведения первичного исследования, чтобы все изменения, связанные с первой биопсией, в узле уже прошли. Доброкачественный ответ биопсии обозначается по классификации БТСД-2 классом, БТСД-2. Когда мы пишем формулировки, мы в этом случае обычно пишем коллоидный узел или аутоиммунный теридит. То есть, либо доброкачественный полностью узел, неопухолевого происхождения, либо узел, вызванный хроническим воспалением в ткани щитовидной железы. Оба этих варианта являются полностью доброкачественными, неопухолевыми процессами, которые не способны перерождаться в рак ни при каких обстоятельствах. Поэтому ответ БТСД-2 – это самый частый ответ биопсии и самый желанный ответ биопсии для всех пациентов, ну и для врачей, конечно. Ответ БТСД-3 – это ответ, который, если его расшифровывать словами, звучит следующим образом – «Отепение ясного значения». Мы не любим этот ответ биопсии и очень редко устанавливаем его. Почему? Потому что ответ БТСД-3 не говорит нам, что делать дальше. «Отепение ясного значения», если этот диагноз перевести немножечко на нормальный, человеческий, неврачебный русский язык, означает «Ну, это какой-то узел, возможно, он опухолевый, но мы не совсем в этом уверены». Согласитесь, что подобный ответ вряд ли поможет любому врачу в принятии решения, что делать дальше с пациентом. Поэтому данный ответ биопсии является таким промежуточным и очень редко нами используется. Во всем мире люди стараются избегать этого ответа, потому что, по большому счету, этот ответ очень похож на неинформативный, просто, как бы сказано, это немножечко более мягко и вежливо, более запутанное. Поэтому в целом ответ БТСД-3 – это редкий результат и почти аналогичный ответ у БТСД-1, материал неинформативен. Он тоже требует повторной биопсии. Ответ БТСД-4 – фолликулярная опухоль или фолликулярная неоплазия или подозрение на фолликулярную опухоль. Что это за ответ? Это достаточно частый ответ, вероятность его получения примерно 8%. Этот ответ ставится в тех случаях, когда ацетолог сталкивается с опухолью, именно с опухолевым узлом, но узлом, в котором, по данным цитологического материала, вот по этим клеткам, которые исследуются, цитолог не может сказать, рак перед ним или не рак, аденома – доброкачественная опухоль, или карцинома – злокачественная опухоль. Почему он не может дать точного ответа? Потому что есть опухоли, фолликулярные опухоли щитовидной железы, которые друг от друга отличаются не по клеткам, они отличаются по капсуле, потому целая капсула вокруг узла или где-то она была повреждена опухолью, и опухоль сквозь разрывы в капсуле вылезла в соседние ткани или попала в сосуды. Если есть разрывы капсулы, то такой узел называется злокачественным. Если разрывов капсулы нет, и капсула полностью целая, то узел признается доброкачественным, аденомой. Однако для того, чтобы исследовать капсулу, узел надо вначале удалить. С помощью функции прокола иглой такого узла вы состояние капсулы оценить не способны. И поэтому, когда цитолог сталкивается вот с таким узлом, он пишет фолликулярная опухоль. То есть я знаю, что это фолликулярная опухоль либо аденома доброкачественная, либо карцинома – рак. Удалите этот узел, пришлите мне его целиком, мы исследуем капсулу и потом вам скажем, что это было. К сожалению, более точного ответа на дооперационном этапе при подобных узлах дать обычно нельзя. Ответ БТСД-5. Подозрение на злокачественную опухоль. Достаточно редко формулируемый нами ответ. Почему? Потому что мы считаем, что в большинстве случаев диагноз «злокачественная опухоль» можно поставить уверенно. Поскольку врачам, которые проводят лечение пациента, очень важно понимать четко, является узел злокачественным или нет. Врачам, которые лечат пациента, важно не понимать, что цитологи подозревают что-то. А им, этим врачам, нужно знать четко, чем является узел. Поэтому, когда мы ставим диагноз подозрения на злокачественную опухоль, обычно мы также пишем, что пациенту необходима повторная биопсия. Возможность применения жидкостной методики исследования. Если правильно обследовать такого пациента, то чаще всего нам приходится прийти к окончательному диагнозу. Либо поставить доброкачественный результат, который не требует операции, либо поставить диагноз явно злокачественный БТСД-6, четко поставить диагноз рака щитовидной железы, либо склониться к диагнозу фолликулярной опухоли, класс 4 по БТСД. Но вот останавливать диагностику на заключении подозрения на злокачественность мы считаем обычно неправильным. БТСД-6 – самый, наверное, нежеланный для всех и для врачей, и для пациентов результат биопсии. Он означает, что мы нашли злокачественную опухоль. И мы уверены в этом диагнозе. И надо сказать, что в своей уверенности мы практически никогда не ошибаемся. При установлении диагноза БТСД-6 мы ошибаемся в одном случае на 200. То есть из 200 поставленных диагнозов рака только один оказывается ошибочным. Эта точность крайне высока. Поэтому, когда мы видим перед собой заключение карцинома щитовидной железы, БТСД-6, то есть явно поставлен диагноз рака, такой пациент обязательно должен быть консультирован хирургом-эндокринологом, и ему должно быть проведено оперативное лечение. Для хирургов установление такого диагноза очень важно, потому что оно помогает им определиться с тем, какое лечение требуется пациенту. Ведь важно понять не только то, что пациенту нужна операция, но и то, какого объема операция необходима. Например, при популярной карциноме всегда удаляются лимфоузлы центральной группы шеи. При медулярной карциноме проводятся генетические исследования, и чаще всего удаляется вся щитовидная железа. То есть возможны варианты определения лечебной тактики, и все они зависят от результата биопсии. К счастью, диагноз БТСД-6 получает только примерно 4% пациентов, то есть каждый 25-й пациент, которым проводилась биопсия. Когда мы наблюдаем пациентов с узлами щитовидной железы, то чаще всего мы рекомендуем пациентам один раз в год проводить УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормон ТТГ для того, чтобы оценить функцию щитовидной железы. В подобную схему обследования не входит проведение повторной биопсии. Дело в том, что повторная биопсия обычно не нужна пациенту. Доброкачественные узлы обычно не перерождаются в рак, как минимум это отрицается наукой, а злокачественные узлы, естественно, мы удаляем сразу. Поэтому, когда мы наблюдаем пациента, то биопсию повторно мы не проводим, кроме редких исключений. К этим исключениям относятся ситуации, когда биопсия, проведенная ранее, говорила нам о том, что узел доброкачественный, а мы своими глазами при повторных встречах с пациентом видим, что как-то мы в этом сомневаемся. То есть у пациента резко растет узел, или структура узла меняется, или появились какие-то неровные, нечеткие контуры. То есть есть видимые глазом признаки, характерные для рака. Если мы начинаем сомневаться в том, что первичная биопсия дала правдивый ответ, только в этом случае мы можем провести биопсию повторно. Также повторная биопсия назначается в тех случаях, когда у пациента появились новые узлы, которые пока мы не обследовали с помощью пункций. В таком случае также новые узлы будут подвергнуты биопсии. Бывают ситуации, когда мы проводим биопсию не узлов щитовидной железы, а биопсию лимфатических узлов шеи. Дело в том, что многие раки щитовидной железы в первую очередь метастазируют именно в лимфоузлы шеи. Лимфоузлы при этом меняются, они становятся более округлыми, в них появляются кисты, то есть скопление жидкости, микрокальцинаты, такие белые точки. И в случаях, когда врач на УЗИ видит подозрительные признаки, заставляющие думать, что, возможно, лимфатический узел поражен раком щитовидной железы, в этой ситуации пациенту назначается биопсией лимфоузла. Ничего особенного в этой биопсии нет. Она проводится также биопсия узла щитовидной железы. Единственное отличие, что мы обычно берем в этом случае не только клетки на исследование, но и исследуем маркеры опухоли, тереоглобулин или кальцитонин, то есть те белки, которые вырабатывают некоторые раки щитовидной железы. Поэтому подобные исследования обычно в себя включают сразу два. Первое – это цитологическая работа, изучение клеток, и второе – это изучение иммунологическое в лаборатории уровня кальцитонина или тереоглобулина. Тонкоигольная биопсия лимфатических узлов шеи считается наиболее сложным с технической точки зрения исследованием. Данное исследование проводят наиболее опытные врачи. В нашем центре биопсии каждый врач, который работает с пациентом, провел не менее 10 тысяч пункционных биопсий узлов щитовидной железы. Поэтому каждый наш врач способен провести биопсию любого лимфоузла, как расположенного далеко от сосудов, так и расположенного прямо под сосудами или на сосудах шеи. Многие врачи, которые только начинают делать тонкоигольную биопсию, они прямо боятся проведения лимфоузлов, потому что чаще всего лимфоузлы расположены на очень крупных сосудах, либо на сонной артерии, либо на внутренней ремной вене. Для наших специалистов проведение биопсии подобных лимфоузлов является ежедневной работой, и каждый из них выполнял ее много тысяч раз.